приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям у вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами 8 ноября 2021 года друзья понедельник и сегодня давайте вместе с вами будем закладывать основы для будущей плодотворной и удачной недели поэтому далее видео обязательно ознакомьтесь ознакомьтесь очень важно ценной и не что немаловажно очень интересной информацией что сегодня у нас за 8 ноября что обязательно порядке нужно сделать в этот день что нельзя делать в этот день также обязательно друзья если вы почувствовали что вам сегодня нужна защита просто скажите эти слова и защита будет с вами вы увидите как начнется много меняться вашу пользу и также обязательно сегодня проведите денежную практику со знаком бесконечности именно в этот день она вам поможет изменить вашу финансовую сторону это друзья сегодня у нас с вами 8 ноября понедельник и это у нас 4 5 лунные сутки обращаю ваше внимание что растущая луна в знаке зодиака козерог сегодня обязательно действуйте смело и во всем ищите только свою выгоду высшие силы благословляют на победу смелых и отчаянных людей посылая им нужных людей в нужном месте и в нужное время а вот стремительный поток новостей поможет вам сегодня адаптироваться в непростых условиях где все может быть нестабильно и у вас какой-то момент может открыться второе дыхание поэтому сегодняшний день 8 ноября день обретения мудрости и тайного знания жизни в этот день очень сильно проявляется интуиция и чувствительность к изображениям и в этот день многое тайное становится явным поэтому обязательно думайте о том что вы говорите и что вы делаете но сегодня противопоказаны чрезмерные нагрузки постарайтесь сегодня все спланировать потому что любые физические нагрузки в этот день вам могут принести усталость не стоит сегодня брать кредиты и давать взаймы очень велика вероятность обмана или мошенничества и именно сегодня в этот день обязательно заложите следующие мысли в свою голову и в свою жизнь они звучат следующим образом я люблю работу и проявляю в работе свои лучшие качества я работаю творчески и вдохновенно я умею решать задачи которые ставит жизнь я открываю дверь для благоприятных возможностей я творец своего успеха обращаем ваше внимание что 8 ноября нельзя делать тяжелую физическую работу а также браться за те дела которые так или иначе связаны с водой а это стирать убирать мыть посуду или принимать ванну даже существует такое народное поверье что вся грязная вода которая вылета в этот день льется на души покойных родственников сегодня же надо обязательно о них вспомнить помянув за праздничным столом и заказав службу в храме вечером 8 ноября после ужина для почившей души необходимо оставить воду и новое полотенце чтобы она могла напиться а после утереться это полотенце утром следующего дня нужно будет сложить чтобы при первой возможности отнести на могилу родных вместе с конфетами и печеньем в этот день запрещается скверно словить пить алкогольные напитки исключение делается только для пива потому что она гарантирует выпившему удачу веселья и счастья на весь последующий год тот же кто рискнет выпить 8 ноября что-то более крепкая может столкнуться с неприятностями которые будут сопровождать его до следующего дмитриева дня а вот 8 ноября незамужним девушкам ни в коем случае нельзя гладить котов иначе супруг будет такой же гуляка как и это животное а вот для создания брака с верным и честным мужчиной народные приметы советуют в дмитрия в день погладить и покормить собаку не разрешается 8 ноября есть только постные блюда хозяйка должна приготовить как можно больше мяса и пирогов с разными начинками с картошкой с творогом с повидлом грибами и другими главное чтобы они были продолговатой формы кроме них еще принято ставить на стол блины и кутью а также блюда которые очень любили умершие родственники и по народной примете чем богаче накрыт будет стол 8 ноября тем благословения будут души покойникам живым а значит всегда придут на помощь в любом деле как личном так в профессиональном и денежном 8 ноября старались печь блины которые всегда стояли на поминальном столе 1 блин снимали со сковороды и говорили следующие слова помяни господи честных родителей его не ели а оставляли ног на окне он был предназначен для покойников народе как мы уже говорили в этот день было принято пить пиво и говорили о том что в дмитрия в день и воробей под кустом пиво варит не советуем мы сегодня выходить на улицу в легкой одежде что называется не выходите сегодня не по сезону не привлекайте безденежье и проблемы свою жизнь также что касательно огорода то сегодня запрещалось работать также в этот день не забывайте о родителях если есть возможность то сегодня обязательно придите к ним гости с разными вкусностями угощениями расскажите о своей жизни а также послушайте жизненные истории или рассказы из жизни предков если вы проживаете друг далеко от друга то в этом случае обязательно позвоните родителям расскажите какую-то интересную историю для то что вы вместе порадовались и посмеялись также 8 ноября нельзя было работать по дому шить и вязать колоть дрова а также заниматься строительством обращаем ваше внимание что по православной традиции святой великомученик димитрий солунский считается сегодня покровителем воинства люди просят у него мужества и крепкого здоровья а вот ссоры и обиды не предвещает сегодня ничего хорошего потому что именно ругань сквернословие отпугивают удачу и притягивает горе и болезни друзья сегодня 8 ноября как только вы почувствовали что вам необходима защита просто скажите следующие слова делам случится любви родиться деньгам расти удача во мне истина и этих слов достаточно произнести три раза после этого дети занимайтесь своими делами и смотрите как начнет меняться все вашу пользу вашей жизни и как мы обещали сегодня в этот день вы можете провести следующую денежную практику это денежная практика на привлечение именно денежной энергии это практику проводите сегодня для того чтобы была у вас поддержка вселенной космоса и обязательно обязательно вы можете провести именно эту практику и так что мы делаем нам понадобится ручка красного или зеленого цвета можете использовать фломастер и рисуем на запястье левой руки или друзья на среднем пальце левой руки можно на указательном пальце рисуем знак бесконечности рисуем и говорим следующие слова я денежный магнит я притягиваю деньги из всех возможных источников да будет так и сделали это и идете занимайтесь своими делами знаете забывайте о том что вы только что сделали продолжаете жить своей обычной жизнью ничего не ждите судорожно переключайте свое внимание и денежная энергия начинает приходить в течение от 1 до 3 дней это при условии что если вы все сделали правильно то приходят деньги при этом приходят большие и маленькие друзья вот сегодня у нас с вами такой день 8 ноября понедельник кого-то выходной у кого-то рабочий в любом случае мы должны с вами правильные закладывать помыслы вибрации чтобы в нашей жизни всегда было изобилие достаток и благополучие